Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики, меня зовут Александр, канал Наша Свобода. Мы продолжаем говорить об антинародных поправках, которые протащил Путин и его команда бравых ядросов с помощью административного аппарата. О том, что поправки принесут исключительно отрицательный эффект для каждого жителя России, многие говорили уже давно. Но как-то редко кто замечал одну очень интересную оговорку, которая может привести к отмене пенсии вовсе, как в Китае, например. В обновленной конституции есть поправка, позволяющая запустить новую пенсионную реформу. Речь идет об обязанности детей заботиться о своих родителях, которая теперь закреплена в конституции. Опрошенные экономисты считают, что такая поправка позволит аргументировать новое повышение пенсионного возраста. В новой редакции конституции впервые записали, что на совершеннолетних детей возложена обязанность заботиться о своих родителях. В пункте G1 статьи 72 документа говорится, что в ведении Российской Федерации и регионов находится создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. В предыдущей редакции конституции говорилось лишь о том, что трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Зампредсовета по правам человека при Путине, член рабочей группы по поправкам в конституцию Ирина Киркора призналась агентству, что поправка вызывала ожесточенные споры еще на этапе обсуждения внутри самой рабочей группы. Подробности она не стала раскрывать. Новый принцип отношения государства и общества может быть реализован в очередном витке реформы пенсионной системы, полагает директор Института Свободы Федор Бирюков. Он заявил, что здесь в новой поправке используется китайский опыт, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей. Законодательное развитие новой конституционной нормы позволит властям в случае необходимости, вызванной кризисом, оправдать отказ от политики социального государства, считает экономист, член Столыпинского клуба Владислав Жуковский. В качестве последнего примера Жуковский назвал планы Минтруда России брать взносы из зарплат россиян в фонд страхования от безработицы. Он прогнозирует возвращение в повестку темы новой пенсионной реформы, о чем говорят недавние высказывания депутатов Государственной Думы Светланы Журовой. Она заявила, что друзья умоляют ее поднять пенсионный возраст. И Геннадия Онищенко он объяснил, зачем надо его повышать. «В ближайшее время мы услышим разговоры о необходимости нового повышения пенсионного возраста. Думаю, что произойдет все это после выборов в Госдуму», полагает Жуковский. И ведь реально, уважаемые зрители, данная оговорочка не может образоваться просто так. Я уже вижу, как провластные каналы начинают агитацию за то, чтобы государство скинуло окову пенсионной нагрузки и обязало детей полностью содержать своих родителей. Власть включила эту формулировку еще и потому, что по всем прогнозам население России катастрофически уменьшается. Старшее поколение превалирует над трудоспособным. Копеечные зарплаты просто физически не смогут обеспечить пенсионное обеспечение стариков. Поднимать зарплаты никто не собирается. Жадность олигархата, который уже захватил весь бизнес, просто ужасающая. И вот тут им понадобится такая формулировка, которую Путин протащил в новую конституцию и которой они воспользуются, как только почувствуют, что им не хватает денег на пенсии. Ну или денег в своих карманах. Естественно, деньги, идущие от продажи нефти и газа, никто не пустит на пенсии. Это ведь их личные активы, как я понимаю. Они их лучше за рубеж в банке запрячь, что на народ опять навесят свои обязательства. Неспроста были жаркие обсуждения такой формулировки и все равно они ее протащили. Не утихли страсти по последней предательской реформе Путина, как мы уже начинаем говорить о новом ударе по собственному народу со стороны Путина и его олигархата. Мне вот интересно, если такое произойдет, будет ли оппозиция выводить людей на улицы? Будет ли сам народ выходить на улицы и требовать отмены этих указов? Или же мы только можем своих баринов защищать, которые рубят бабки на каждом из нас? Может пора уже задуматься о собственных проблемах? Всего доброго, до новых встреч!